В наше кризисное время три года лично занимаюсь выращиванием овощей, применяя передовые методы, которые дают возможность получать урожай вплоть до нового года. На маленьких участках, на балконах, в мансандрах и просто на основе. 29-й сегодня, да? Фараж помидоры уже собирать. Ага. Тут помидоры. Один кустик помидоров, все усеяно помидорами. Вот и помидор. Узнайся от этого короткого видео, опытом, как можно получать урожай вплоть до нового. Как вы видите, Андрей Набал, для начала чуть вспомним ботанику о росте корня. Есть такая крылатая народная пословица. Смотри корень. В явности я вырастил корень между стеклами. Посади туда семя олупца. Переворачиваем. Переворачиваем кверх ногами. Посмотрим, как у нас корень вырос за это время. Посмотрим наши действия в этом положении. Вот видите, корень центральный шел. Значит, он у нас вот так вот, в таком положении был вертикально. Затем, вот видите, изгиб здесь идет. Значит, мы перевернули, насколько вы помните, вот так вот его. Корень пошел вниз расти. Потом мы перевернули. Центральный корень пошел вверх расти. Вывод. Стебель всегда растет вертикально вверх. Главный корень вертикально вниз. Этот факт объясняет многие видео, где народ садит рассаду первоначально горизонтально. То есть корень не уходит на глубину вниз на несколько метров, а остается в зоне полива. Есть такая старая пословица. Что посеешь, что ты позже. Все необходимое приобретаем в спецмагазинах. Семена берут только обработанные. Обычно обработанные семена. Бывают разных цветов. Синие, красные, желтые, зеленые и так далее. Сортирую. Я высыпаю в стаканчик с подсоленной водой. Хорошие осянут на дно, плохие останутся на плаву. Это я засыпал необработанные семена. Как видите, выход очень маленький. Семена обработанные немножко дороже, но выход у них обычно 90-100%. Хорошие семена ставлю на проращивание. Температура должна быть 25-30 градусов. Через двое суток все семена проклюнулись и можно засаживать в стаканчики. Семена засаживаю на глубину 4-8 миллиметров. Затем подсыпаем. В начале проращивания держу температуру в ночь 17 градусов, днем около 25. Очень важный момент. Как только с земли появится росток, необходимо снизить температуру до 18-20 градусов. И применить подсветку лампой. То есть продлить световой тень. Если это мероприятие не произвести, то корень будет слабо развиваться, а стебель будет вытягиваться. И он будет желтый. Наглядное сравнение роста рассады в скорлупе и в стаканчике показывает. Два хороших зубчатых листа в скорлупе появились через 12 суток, в стаканчике же они появились через 14 суток. Если погода не позволяет высадить рассаду на шулрунт, а необходимо дальше ее проращивать на подоконнике, то здесь картина меняется. Так как в скорлупе места мало, то после 15 суток рост корня в скорлупе замедляется, а в стаканчике нет. Из этих опытов для себя я сделал следующие выводы. Семена приобретены только в спецмагазинах, обработаны хороших и разных сортов. Так как мы точно не можем предугадать погодные условия весна, лето, осень, рассаду я заготавливаю несколько партий. То есть первую партию посадили, через 10 дней еще одну партию посадили. Я делаю обычно три партии. Чем большую рассаду высаживать в грудь, тем большее время она будет приживаться, то есть болеть. Вполне нормально высаживать рассаду в грунт при наличии двух нормальных зубчатых листочек. При этом ночная температура на почве должна быть не ниже 12 градусов ночью. Выращивание овощей в воршках. В этом материале вы выявите посадку вплоть до сбора урожая. При появлении двух зубчатых листочков, это происходит у меня через 12-14 суток, я высаживаю рассаду в почву и в воршки. Из своей практики воршок должен быть не менее 5 литров. Рассмотрим преимущества воршка. При неблагоприятной погоде вы всегда сможете переместить его в подсобное помещение, тем более ночью. То есть в воршке лучшая возможность получать ранние овощи. Экономия площади на маленьких участках. Если засыпаю всегда грунт очень качественный, то малая вероятность заболеваний. К недостаткам относятся необходимость в частом поливе. Применяя капельницу, этот недостаток уходит. Итак, приступаем к делу. Щебень. Затем грунт со всякими витаминами. Сверху еще щебень и грунт. Сверху накрываю пленкой и на пленку насыпаю песок, чтобы ветер пленку не унес. Пленка предохраняет от испарения и прямого попадания солнечных лучей на корневую. Затем подвешиваю горшки на высоту удобную для полива. С начала появления завязи, куст выпивает 2-2,5 литра воды в сутки. Вот такая у меня капельница с простой пластиковой бутылкой. Регулируется при откручивании пробки. Соответственно поливать помогает в дождей. Поливаю я отстоянной водой, прогретой солнцем. Дождевую воду я собираю в бочки простым методом. После дождей обычно начинается буйное цветение и конечный облудок вырабатывать. Вот и первые плоды. Двухлитровый чайник конечно малова для этого дела, но для эксперимента я посадил и в него. Конструкция чайника мне понравилась тем, что через носик можно заливать воду и удобрение, которое сразу попадает в корневую систему. Выращивание овощей в горшках с долгой самоподкоркой. Этот метод также позволяет выращивать овощи у стволов кустарников и деревьев, не повреждая их корневую систему. И использовать их ветки для подвязки овощей. И вместе можно получить овощи и всякообразные фрукты. Приступаем. На примере овоща. Засыпаю качественную почву. Засаживаем рассаду. Так как в скрылупе много кальция, перемалываю ее как бы молотой и подсыпаю удобрение. Под дно горшка подкладываю кирпич. Делаю риск от дна горшка. В начале тазик заливаю водой до риски. Преимущества системы. Вода в тазике всегда теплая, так как подогретое солнце. И отстоянная. Корни не охлаждаются так, как в поливе шлангой. Удобрение и компост, залитые в тазик, легко попадают в корневую систему. Нет необходимости в частном поливе. Практические нюансы этого метода. До начала цветения растения обходятся витаминами те, которые находятся в горшке. До начала цветения уровень желательно держать до риски. Так как нежные корни могут повредиться. А вот сначала цветение. В тазик добавляю капост и необходимое удобрение. Уровень воды в тазике поднимаю выше. Привет. Так, вот такие вот это ручки. Урачи. Посмотрим прикольное выращивание овощей кверху ногами. Чаще всего применяется для выращивания овцов и помидоров. Для этого выращивания в продаже имеется приспособление плантация. Вот такого вида. И так как канал у нас называется Сделай сам, мы сделаем ее своими руками. Я сделаю ее из плотной сетки, но можно сделать с чего угодно плотного материала. Чтобы не повредить, ставим банку. Засыпаем солевую смесь. Примерно третью часть нашего устройства. Остальной объем заполняем чему угодно, но я поставил банку. Переворачиваем. В таком положении растет до пятого-шестого листа. Затем перед установкой на место вытаскиваем банку, перегородку. И все это хозяйство засыпаем опять зимой. До самого верха. Уплотняем. Подвешивать желательно на высоту удобного для подвела. Стебель растет вертикально вниз. Вот так как у меня бегают собаки во дворе, я его проложил горизонтально. Смотри, укусит. Зубы щелкают. Это первый урожай. А вот это же второй урожай. А, а, а! 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии.